Сегодня в Террасполе и Слободейском районе открылись ясельные группы в детсадах, в Бендерах, Рыбнице, Каменке и Дубосарах. Ясли работают с прошлой недели. Как прошел первый день малышей в одном из столичных детских садов, узнавала наш корреспондент. Соня самая маленькая в группе ромашки. Ей год и восемь. С утра Соня, как и полагается, немного поплакала, а теперь успокоилась. Увлеченно рассматривает домик и с важным видом изучает машинку. А вот Арина, увидев маму, не сдерживает слез. Расставание с мамой всегда проблема. У нас даже с бабушками иногда раньше было, но потом привыкла, все отлично. Очень довольна. Мне здесь очень комфортно, а значит и ребенку тоже. Это Юлечка. Она даже не замечает, что мама рядом и первый день дочери в детском саду снимает на телефон. Этого дня мама Алена ждала с лета. Очень замечательно. Ребенок даже играет, маму не видит. Даже занят, увлечен. Очень нравится ребенку. Почему хотели отдать детский саду? Хорошо, чтобы адаптировался уже играться с детьми и надо уже на работу выходить. Первый день в Яслях начался около восьми утра. Принимали деток в группе, чтобы они сразу познакомились с воспитателем и игрушками. Всем измерили температуру. Малышей осмотрел медработник. У нас с интервалом 10-15 минут приходит. Есть график прибытия в детский сад. Составили, как удобно родителям. Мы обговорили все заранее. И нету проблем. Сегодня все спокойно у нас. В столичном 25-м детском саду три ясельные группы. Сегодня открылись все. В каждой пока по семь малышей. К концу недели детей, уверены воспитатели, станет больше. Приоритет, конечно, тем родителям, которые оба работают, родителям, льготникам, родителям, которые имеют льготы, их принимаем в первую очередь. А если один родитель на заработках, а второй здесь работает, как с этим? Пока этих детей мы не принимаем. Но я думаю, что в дальнейшем будет этот вопрос рассматриваться. У малышей сейчас адаптация. Они привыкают к новым друзьям и обстановке. Родители приводят их всего на пару часов. Пока дети гуляют, столы, полы, игрушки и всю посуду в группах дезинфицируют. Проветривание, обрабатывание бактерицидными лампами, групповое помещение, измерение, трехразовое. Три раза измерять детям температуру. Это утром, в обед и после сна. Вот эти правила соблюдать нужно обязательно. И, конечно, тщательное мытье рук. Если у ребенка поднимется температура, его сразу изолируют. Воспитатели родителям напоминают, если у малыша появился насморк или кашель, в детский сад его лучше не приводить, а полечиться дома. Алена Чернявская, Владимир Погоня, ТСВ.